целевым образом относиться к этой истории и анализировать ситуацию именно с тем что мы покупаем на полках покупаем на рынках и так далее то здесь я могу сказать что до динамика не 10 процентов не было такого роста там небольшая политивная динамика небольшая позитивная динамика из там за последние пять лет там прирост потребления примерно полтора процента хотят такие качели качели достаточно серьезные в этом году у нас была просадка по потреблению связаны с снижением доходов населения традиционного вообще статистику по 2020 год по уровню потребления по уровню реально располагаемых доходов на серии по находимся минус 8 процентов 2013 года полочная категория одна из самых емких потребительской корзине это порядка 20 процентов продукт социально значимый и очень чувствительный к цене поэтому здесь действительно с точки зрения потребления ситуация внутренне у нас не очень простая говорить о растительных продуктов не знаю я заняла и животных противоположен которые я пока не понимаю чем поговорим то есть там емкость рынка молочным продуктам примерно в полтора триллиона рублей да там весь рынок растительных продуктов это сейчас примерно порядка там 12 миллиардов руб я пусть не понимают что у кого тут может отъедать да при этом растите это хорошая 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 продукта до не имеет свою аудиторию поэтому я считаю что то с точки зрения разнообразие рационов наверно это правильная Правильная история. Но сейчас она исключительно нишевая, во многом хайповая, характерна, кстати, не только в России, для крупных городов, для достаточно состоятельной публики. Один из ключевых каналов продаж этих продуктов – это прежде всего Хорика, фудсервис, это кофейни. Поэтому я думаю, что у сегмента есть определенный потенциал, но пока всерьез говорить о том, что здесь есть какая-то конкуренция, ну, наверное, как минимум странно. Есть некоторая попытка со стороны производителя растительных продуктов канибализировать молочную категорию, и с этим связано то, что многие продукты называются молочными, хотя к молоку, как мы прекрасно понимаем, они никакого вообще отношения не имеют ни по питательной ценности, ни по составу. Поэтому мы сейчас с этой историей работаем, ну, так, достаточно активно в части, все-таки, скажем так, более корректного работы с этими напитками производителей, более корректных наименований на полках. Я знаю, что есть целый ряд предписаний со стороны Роспотребнадзора, федерального и региональных Роспотребнадзоров о необходимости менять эти наименования в соответствии с рекомендациями Евразийской экономической комиссии, которая очень четко обозначила, что эти продукты не могут называться молочными терминами. Поэтому мы аккуратно с этой историей работаем, но еще раз говорю, что у растительных напитков есть свой потребитель, свои перспективы. Я думаю, что этот рынок будет расти, хотя если мы посмотрим на темпы прироста этого рынка, то могу сказать, что если там 4 года назад рынок практически удваивался, то сейчас темпы роста снизились по итогу прошлого года по 12-13%. При очень небольшом, небольшой емкости рынка, ну, цифры пока не такие большие, не такие серьезные. Ну, то есть, мы можем сказать, что не повлияло на рост потребления, но тогда где перспективы этого роста? Ну, на самом деле… Может быть, и экспорт. Ну, на самом деле у нас две, наверное, самых важных истории. Первая история – это, там, для бизнеса, скажем так, роста для бизнеса, да, вот с точки зрения, мы все-таки, там, наверное, бизнес ориентируем, бизнес объединение. Для российского бизнеса молочного рост, для производства сырья, производства сырья мы постепенно, вернее, не постепенно, мы сейчас вошли в ту стадию, которую, наверное, наши коллеги, птицеводы, свиноводы прошли, там, там, 10-12 лет назад. Когда уходили активно с рынка неэффективные хозяйства, небольшие хозяйства, строили крупные товарные комплексы, мы сейчас к этой тенденции только подошли. Это не значит, что у нас полностью, как бы, исчезнет, уйдет, там, там, средний, малый бизнес. Он точно останется, у него есть своя ниша. Но если мы говорим, условно говоря, о львином объеме производства, молока, товар, то, наверное, он все-таки будет сосредоточен, прежде всего, там, в средних крупных, в средних крупных хозяйствах. И здесь будет происходить замещение. И это возможно для сырьевого сектора и его перспективы. С точки зрения переработки и готовой продукции, я думаю, что здесь есть два основных направления. Первое, конечно же, это замещение. До сих пор 15% потребляемой молочной продукции в России – это импортная продукция. При этом за последние 8 лет объем импорта снизился на треть. В прошлом году объем импорта из дальних стран. И из дальнего зарубежья, и из ближнего зарубежья. Понятно, что у нас ключевой партнер – Белоруссия, но в целом снижение 30%. Только за прошлый год объем импорта в Россию снизился на 10% в молочном эквиваленте. Это очень неплохая и серьезная динамика. Понятно, что эти объемы замещаются российскими производителями. Ну и, конечно, экспорт. Мировой рынок, вот, коллеги сегодня представляли уже цифры, да, оценивали мировой рынок мяса, там, в 150 миллиардов, в 150 миллиардов долларов торговлю. Ну, мировой молочный рынок, например, порядка 50 миллиардов. При этом, по оценкам ФАО, это будет самый быстрорастущий рынок в ближайшие десятилетия. Средний прирост составит около 2% в год. 2% – это емкость российского рынка. В принципе, с учетом ресурсов, которые у нас есть, и с учетом достаточно активной политики сокращения объемов производства в основных странах экспортеров молочной продукции, я думаю, что у России действительно очень хороший шанс занять на этом рынке достаточно серьезную долю. Поэтому перспективы – это замещение на рынке сырья эффективными хозяйствами, неэффективных, в переработке, импортозамещении и развитии экспортера. Еще один вопрос, если можно. Рост эффективности в молочном секторе приводит, с одной стороны, к росту надоев на голову, а с другой стороны, к падению поголовья молочного скота. Дальнейшее снижение поголовья не приведет ли к снижению производства говядины? Как вы оцениваете новую меру господдержки на килограмм привеса? Будет ли она востребована в молочном животноводстве? В молочном животноводстве она точно будет востребована. Не буду сейчас глубоко в цифры выдаваться. Традиционно те, кто правильно считает экономику и правильно считает производство молока и откор, традиционно стало по всем, что откор – не самое выгодное направление деятельности. И очень многие молочники в последние годы от него отказываются, понимая, что там невозможно обеспечить ту доходность, которая была бы приемлемая. Ну, либо, по крайней мере, покрывать те убытки, которые в нем формируются. Поэтому, мне кажется, это пилотный проект. Я, насколько понимаю, несколько десятков регионов в него войдут. Пока сумма небольшая, порядка 600 миллионов. Поэтому я думаю, что мы на примере ряде регионов посмотрим, насколько эта мера работает. Если она действительно будет давать эффект, я думаю, что эта мера поддержки будет расширена. Поэтому направление правильное. Будем смотреть, как дальше эта история будет развиваться. Я очень надеюсь, что это действительно будет хорошим дополнительным механизмом поддержки производства производителей и молока, и производителей говядины. Спасибо, Артем Сергеевич. Попрошу остаться. Или, а, убежать. Я просто встречу, да. Можно я? Да, конечно, можно. Спасибо большое. Можно заодно попросить передать микрофончик Дмитрию Викторовичу. Да. Спасибо большое. Дмитрий Викторович, напомнил у нас с вами, спасибо, президент группы компании Кабош. И от первого лица мы можем услышать интересные ответы. Позвольте задать вам пару вопросов. Многие знают ваши прекрасные сыры. Качественный сыр, скорее, это продукт для людей с более высоким доходом. Располагаемый доход населения падает. Какие ваши ожидания на этот счет? Где вы видите перспективы роста для вашего направления, для рынка сыра? Как это не покажется странным, но в последние два года мы наблюдаем такую динамику, что люди начинают все больше и больше интересоваться тем, что они едят. И их не просто интересует, что они едят, они хотят знать, где эта продукция была произведена. И сыр, он относится именно к такой категории продуктов, которая с 14-го года была, скажем так, на первом месте по вниманию всех потребителей, потому что все увидели, что там в страну перестали платить сыры типа пармиджано-риджано, грана-падана, вот эти итальянские сыры, которые так много использовались. И все об этом очень много говорили. Это была как бы там серьезная тема с фальсификатом и все остальное. Сейчас это постепенно ушло, но у людей все равно осталось, скажем так, Сыр — это один из продуктов, который люди, когда себя покупают, они себя им хотят побаловать, скажем так. Вот, сыр сейчас уже рассматривается не просто как бутерброд, а это или как закуска, или десерт. И сейчас уже становится на самом ремонтным трендом таким дарить не только бутылку вина, но и там хороший кусок сыра. Поэтому мы видим, что люди, первое, и мы верим в это, в то, что люди с каждым годом все больше и больше будут уделять внимание тому, что они покупают и где они покупают. И вторая тенденция, которую я вижу, что мы видим, что крупные магазины, гипермаркеты, крупные молы, которые есть в Москве, в крупных городах. И все меньше и меньше происходит посещение этих магазинов, потому что люди уже, как в начале 2000-х годов, не ходят в магазин, идя в субботу или воскресенье, закупаясь там на неделю. Все сейчас покупают продукт на два-три дня, потому что все хотят свежего, свежего продукта. И поэтому растет или не будет, я считаю, что расти специализированные магазины, в которых есть специализированный, как бы там, товар. Да, действительно, мы много говорим, сейчас не буду говорить об этом, что там падает платежеспособность населения, это правда. Это правда. Но по сыру мы видим, что все равно это один из тех немногих продуктов, по которым потребление немного, но оно всегда растет. И мы видим, что очень серьезно выросло потребление свежих сыров, которые в России представлены очень серьезно. Мы компания, которая изначально специализируется на полутвердых и твердых сырах. То есть я изначально, когда принимал такое решение еще в 2011 году, я изначально, ну так как я бывший военный, я всегда иду по самому сложному пути, потому что я считаю, что если вы выбираете самый сложный путь, вы никогда на нем не найдете конкурентов. Вот, поэтому это очень сложный продукт, очень сложный продукт, твердые сыры. Его сложный производитель, и мы видим, что на него сегодня есть очень серьезный спрос. Мы, конечно, мы там не замахиваемся, допустим, когда мы говорим про свинину, про объемы там проданного литров молока, там мы не замахиваемся в такие объемы. Но, как бы, я вижу, что рынок большой, ниша большая, и это зависит от того, насколько грамотно мы будем продвигать свою продукцию. Допустим, вот мы в этом году, в том году, мы выпустили продукт плавленый сыр. Вы все скажете, как бы, ну и что, что плавленый сыр. Но мы выпустили плавленый сыр, натуральный плавленый сыр. Обычно, если вы, поэтому мы для этого плавленого сыра, у нас едут там, как бы, сыр, там, сливочный, там, там, как бы, с ветчиной и все остальное. У нас есть, допустим, сыр Гранде Фортеца. Он со сроком содержания, со сроком созревания года. И мы этот сыр кладем в основу. В основе плавленого сыра лежит, как бы, наш сыр Гранде Фортеца, лежит сливочное масло. Все. Больше ничего там нет. И мы видим, на это мы предложили в сети, предложили в сети. И на сегодняшний день я вижу очень большую потребность. Мы не можем, на самом деле, ее удовлетворить. Хотя продукт этот сам по себе, он дорогой. Он дорогой. Поэтому, вот, ну, я как бы иду по этому пути. Я хотел передать слово Наталье Владимировне. Можно сюда микрофончик? Наталья Владимировна, вообще, вот, ваше хозяйство демонстрирует, ну, очень динамичный рост. И в 22-м году поголовье КРС составило более 9 тысяч голов. Среднесуточный надой составил около 30 килограмм литров, да, на голову. Валовое производство молока за последний год выросло на 15%. Если я ошибаюсь, вы меня поправьте. Более того, вы открываете новые коровники. И это было, по-моему, в конце 22-го года. Да, вот, объясните, на чем держится ваш успех, в чем стратегия и какие перспективы? Это, как бы, я так понимаю, тоже центр России, это не вот ближние локации. Добрый день. Ну, допустим, не центр России, а там, где Ленин в селке был, все-таки Шушенская, юг Красноярского окраина. Мы зарегистрированы в 2017 году, то есть с момента основания и до сегодняшнего дня, то есть неполных 6 лет прошло. Естественно, поголовье в 2017 году было совсем, его не было, было завозное поголовье. Сейчас 9 тысяч, это общее поголовье. Первая очередь построена на 380 и плюс шлейф, еще есть откорм. Строится вторая очередь и второй очереди построен первый коровник. Идет стройка второй карусели. У нас первая в России роботизированная карусель. Дуи мы действительно столько. Скот у нас весь племенной. Работаем мы, как сейчас и говорили, то есть и скот импортный, и семя было импортное. Но мы сейчас работаем с сексированным семенем на телке, на первотелке, скот же трус. И семя уже местное. Результаты хорошие, то есть расход семени 1,5 на голову и результаты хорошие. По сексированным семенем выход 95%. А общий выход вместе с коровами 65% телочек. Хозяйство динамично развивается потому, что у нас собственная кормовая база. Но есть, я думаю, это проблема у всех, одни и те же. 15 лет земли не обрабатывались. То есть требуется рекультивация земель, требуется инвентаризация земель. Потому что эти земли не всегда можно найти, не всегда можно их приобрести в собственность, взять в аренду. То есть нужно пройти бюрократические проволочки, доказать, что земля не обрабатывается. В Шушенском более 100 тысяч земель числа сельхозназначения. В данный момент обрабатывается 20 тысяч. Часть земель заболочена, часть требуется рекультивации, раскорчевки. И мы этим занимаемся. Это, опять же, дополнительные затраты. Сеем все корма почти. То есть если пообрать по количественному выражению, 65% корма собственного производства. Но если это в денежном выражении, то все-таки 55% уходит на покупку кормов. То есть это широта ЖБП. Все остальное мы сеем и заготавливаем сами. То есть всем понятно, жерноводство первое – это кормление, второе – содержание, третье – генетика. Но я хотела бы еще коснуться, так как я сама ветврач по образованию, ветпрепаратов. В этом году очень большие, скажем, скачки, что по ветпрепаратам, что по вакцинам. И хотелось бы вспомнить старое прошлое. Я не призываю к этому, чтобы 100% все вакцины стали государственными. Но особо опасные заболевания должны все-таки, наверное, государство рассмотреть этот вопрос. И не только северская язва, не только туберкулин должны поставляться. Но более… или субсидия должна предусматриваться, или какая-то компенсация на ветпрепараты. Потому что это мина замедленного действия. Без этого никак. Спасибо. Ну, вы оставайтесь с нами. Я не буду задавать дополнительные вопросы. Потому что у нас еще есть маленькая секция по мясному скотоводству. И в дискуссии принимает участие руководитель национальной мясной ассоциации ЮШИн Сергей Евгеньевич. И я вижу в зале коллегу, которому я хотел бы задать один вопрос, если можно. Вопрос касается… Мы долго бились за то, чтобы у нас появился в Российской Федерации закон о учете регистрации животных. Он наконец-то появился. Последней страной в ЕАЭС стала Российская Федерация. Уже Казахстан, Кыргызстан. Все провели учет регистрации. Мы знаем прекрасный опыт Казахстана, когда они досчитались миллионы голов. Что нас ждет? С 1 марта 2024 года обязательная регистрация. Животных, учет, маркирование. Кратко, если можно, две минуты. Боюсь, что мы удивимся тому, что у нас есть. И это позволит нам более трезво понять, куда нам двигаться. Поскольку любой учет в беспорядке, который наводится, всегда радует двумя вещами. Не нашел то, что искал, нашел то, чего не было. Поэтому в данном случае, когда мы говорим о том, что, например, регион Дальнего Востока говорит о сотнях тысячах поколовий, из которых 70% в личных подсобных хозяйствах, любопытно это увидеть в цифрах необобщенных. Все, пойдем впереди, счастья и удачи. Спасибо большое. Сергей Евгеньевич, вам вопрос. И, наверное, не один, если время хватит. Нельзя не отметить заметное развитие отдельных компаний в мясном скотоводстве в последние годы. Правда, мы не видим очереди из инвесторов в мясное скотоводство. Благодаря росту поголовья в мясном КРС компенсируется падение молочного поголовья. Рост цен на говядину мясных пород делает говядину премиальным. Не случится ли так, что интерес к подотрасли вообще прекратится? Ну, действительно, если посмотреть на то, что происходило в мясном скотоводстве, то не будет преувеличением сказать, что отрасль росла благодаря, ну, там буквально число компаний, которые лезутся на пальцах одной руки. А по большому счёту на одном пальце. Агроползик Мироток, который с нуля пойдал по голове, вот в будущем году чуть ли не миллион будет голов. И это печально. С одной стороны, конечно, они герои, потому что пошли в самую сложную отрасль с невероятными сроками окупаемости, с миллионом неизвестным, с которыми они столкнулись и набивали, продолжают набивать шишек. Были другие герои, которые пошли в эту отрасль, которых мы похоронили. Безверстные герои, известные только Михалков и Кончаловский. Остальные, так сказать, без новостей в прессе. Сложнейшая отрасль. И одна из проблем состоит в том, что мы привыкли к тому, что говядина должна быть дешёвой. Мало кто помнит, в СССР говядина на кости была дешевле, чем варёная колбаса. Но нету большего маразма, чем вот такое соотношение цен. И по-прежнему, к сожалению, отношение к говядине в правительстве такое, что она должна быть дешёвой и доступной. Но недоступная говядина в мире для большинства людей, которые не зарабатывают приличные деньги. Потребление говядины в России, кстати, на душу населения, примерно на 40% выше, чем в среднем в мире. То есть у нас 14 килограммов, но пока берём роста, да? Нет других цифр. А в мире-то меньше 9 и снижалось в последние годы. Поэтому пока мы не обеспечим соответствующую рентабельность в этой отрасли, а её нет, мы стоим действительно на пороге вот такого перелома, когда крупные несколько компаний перестанут в принципе наращивать поголовье, они не могут это делать уже даже физически. А поголовье молочного скота продолжит сокращаться, прежде всего по причине демографической. 40% поголовья молочного скота – это ЛПХ, а там люди в 21 веке не особо хотят уже этим заниматься, плюс ещё индустриальное молочное животноводство будет их вытеснять. Поэтому мы очень беспокоимся по этому поводу. Говядина нужна. Она нужна не только России, она нужна миру. Потому что какая бы доля великая ни была свиноводства в мировом потреблении, но многие страны, которые развиваются, они не потребляют свинину, и говядину является тем, что нужно. Поэтому здесь у России большие перспективы, с одной стороны. Но пока мы не поймём, что не нужно добиваться низких цен на говядину, это убьёт на самом деле молочников и мясное скотоводство. Ничего хорошего здесь не произойдёт. Но это, конечно, меры того же ТАИФ, которые непоследовательны в последнее время. И в целом меры поддержки на мясное скотоводство должно быть в разы больше, чем сегодня. Вот молочная отрасль показала эффект, который сегодня выражается в больших цифрах перевозка. Пока, к сожалению, безусловно этого нет. Сергей Юрьевич, ещё вопрос. Ну, такой больше по общему рынку мяса. Мы читаем ваш комментарий о том, что мясная отрасль демонстрирует рекорды. Ну и действительно, в России произведено по итогам 2022 года по оценкам 11,7 миллионов тонн. Такого никогда не было. Однако, такая небольшая страна, как Япония, производит ежегодно около 4,5 миллионов тонн. Как вы считаете, может быть, нам стать более самокритичными? Исходя из наших возможностей территории страны, мы можем производить гораздо больше? Да. Хотелось бы сказать, что это Росстат Японии приписывает. Но на самом деле, действительно, вот маленькая Япония с её ландшафтом, с огромным населением урбанизированным, с бесконечными дорогами и скоростными железными магистралями, почему-то находят место для производства 4,5 миллионов тонн. А мы 11,7. С одной стороны, даже если убрать две трети территории, это Тайга, Заполярье и так далее, ну, у нас ещё много чего остаётся. С другой стороны, ну, кстати, Россия четвёртое место в мире по производству мяса занимает. Вот мы этого не помним и не знаем. Повторяю, четвёртое место в мире занимает Россия. Впереди нас Китай, США и Бразилия. Всё, дальше Россия идёт. Конечно, потенциал наш совершенно не использован. Но у нас, помимо вот оборудования, правильно совершенно Дмитрий Сергеевич сказал, есть большая проблема – это негативное развитие демографическое. Где мы возьмём все эти рабочие руки, чтобы в два раза увеличить производство мяса. Действительно, через 20 лет, как мы специально сделали свой прогноз, посмотрели с ФАУ, очень близкие цифры, через 20 лет на планете дополнительно нужно будет произвести, внимание, 100 миллионов тонн мяса. То есть сегодня производство там примерно 330-340. Разные, так сказать, аналитики и организации по-разному считают. И всё же ещё 100 миллионов тонн. Вопрос. За 20 лет, насколько Россия сможет увеличить производство, чтобы в мировой торговле участвовать и получить свои миллиарды? Вот мы думаем следующее. России нужно понять, что наши человеческие ресурсы не бесконечны. И не очень хорошо завозить миллионы и миллионы мигрантов, потому что это изменит уже нашу картину демографическую в плане, понятно, национальную, культурную и так далее. Это не очень здоровская вещь. Поэтому сегодня, когда мы говорим, надо и оборотню произвести, и вакцины, и ещё что-то, кто будет это производить? Надо определить именно те приоритеты, где, безусловно, возможно достижение целей. Не фикцию долететь до спутника Сатурна или Урана, а то, где мы можем достичь поставленных целей. Не освоить бюджет, не обеспечить кому-то продвижение по службе, а добиться результатов, как местной отрасли, которую мы сделали за менее чем 20 лет. Она создана с нуля. Вот на такие отрасли и нужно направлять человеческие и финансовые ресурсы. Они всё делают. У нас нет людей, чтобы сделать всё. Надо об этом забыть. Поэтому отсутствие пределений, бесконечные и широкие приоритеты, это отсутствие приоритета. А значит, мы распылимся наши ресурсы по массе направлений, и нигде не будет успеха. Наш призыв определить приоритеты. И сельское хозяйство, агропромышленный комплекс, пищевая промышленность России это безусловный приоритет. И именно с точки зрения будущего нашей экономики и мировой потребности продовольствия. Вот сюда нужно вкладывать деньги, а не фиктивные какие-то скоростные дороги для населения уменьшающегося и стареющего. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Даже аплодисменты собрали. Спасибо. Давайте подводить итоги. Я бы хотел сделать экспресс-опрос. Две-три минуты. Дмитрий Юрьевич, да я не буду задавать вопросов. Вы сами скажете что-нибудь. Коллеги, сказать можно только одно. Вот с правильной ноты начали, и давайте ее на самом деле отфиксируем. Человечество растет, количество людей на планете увеличивается. У нас огромная территория, очень низкая плотность действительно населения и огромные запасы пресной воды. То есть у нас свои природные ресурсы, у нас одни из самых дешевых, на самом деле, энергоресурсов, ресурсов растительного происхождения. Энергетика одна из самых дешевых. Поэтому Россия имеет полную абсолютно возможность развиваться в мясном направлении. Это раз. Второе, по молочке. Действительно, как бы и возможности есть, и традиции есть. И на самом деле, я очень поддержу своего соседа в производстве сыров, потому что чем транспортировать на самом деле мясо или молоко на экспорт, то чем дороже единица транспортировать, тем меньше затраты по логистике. Давайте производить больше сыров и больше продукции и переработки мяса. И экспортировать ее в ближайшие страны, потому что сыровать придется кормить население. Все, поэтому перспективы огромные для развития мясного отрасли в стратегической перспективе. Спасибо. Спасибо, Дмитрий Викторович. Спасибо. Знаете, вот, сколько мы всех слушаем, вот мы вот разговариваем о 7 миллиардах и о 8 миллиардах. Вы знаете, мне кое-что хотел бы посылок дать. Мне кажется, нам надо разговаривать как бы о своих руках. А вот знаете, я 10 лет учился в Америке молочном животноводстве. И что меня поразило там, на сегодняшний день у них семья из трех человек, у нас с одного. Реально, у них 4-5 детей, это уже не является на самом деле чем-то, скажем так, немыслимым. Мы, там, женщины, которые рожают 5 детей, у нас президенты принимают в Кремле, потому что у нас их единицы. Почему? Потому что нет условий жизни у людей. Государство, мы почему-то русские, все время говорим о ком-то. Мы говорим об Африке, что они там будут есть. Мы говорим о Китае, там, что они там будут. Мы, в общем, не говорим о себе. Вот я хочу сказать, что нам нужно думать о том, чтобы, я извиняюсь за такое уважение, как сами плодиться, вот и размажаться. Потому что наша территория, наша территория, мы не в состоянии ее охранять и защищать, у нас не будет людей. Пытаться это делать за счет присоединения постоянно кого-то или привозить как-то сюда эмигрантов неправильно. И, знаете, вот для меня это было в 2008 году, такой переломный момент в жизни, когда выступала, я был на одной конференции, там выступал замминистра экономического развития, и они проводили опрос населения, почему люди уезжают в села. У нас же у всех вот бытует мнение, что там заработная плата, все остальное. Она сказала нет, показала данные. А в 65 регионах был опрос. На первое место люди ставят отсутствие инфраструктуры. Даже не заработную плату. На первое место отсутствие инфраструктуры. На второе место они ставят перспективы. И на сегодняшний день, когда человек хочет скорбить, ты ему говоришь, там деревня или еще как-то. Ты там деревня. Поэтому и сельское хозяйство, вот оно должно быть, просто мы ездим по Америке, я увидел, что, допустим, когда там в Эрли пронеслось животноводство, производство говядины, мясное животноводство, это целый культ в Америке. Это целый пласт населения, который, скажем, живет обособленно. Вот это эти бридеры, которые занимаются выращиванием этого. И это должна быть политика государства. Вот у нас, как бы, вот мы говорим про национальную идею. У нас сельское хозяйство, жизнь населения, оно и может стать той национальной идеей. Потому что у нас все стремятся от города. Почему? Потому что в деревнях нет инфраструктуры. И там некуда молодежи ходить и так далее. Но давайте не будем говорить о том, что у нас же есть уже инфраструктура, которая создает бизнес, приходя в поляна объекта. Я могу сказать, что когда я строил свою ферму и начал строить в 2009 году, я честно вам могу сказать, а мне уже там было 37 лет, я, естественно, думал только о себе и о своей компании. Я сегодня понимаю, что нельзя думать только о себе и о своей компании, потому что когда у тебя хорошие фермы, а вокруг у тебя люди бедные, они же думают, как на самом деле у тебя украсть. И поэтому вчера у нас был союз молоков. Я рад тому, что Минсельхоз стал задумываться о том, что нужно заниматься приоритизацией регионов в чем-то. Допустим, кто-то приоритизируется на молоке, кто-то на зерне. Я рад, что они об этом стали задумываться, потому что я последние лет 7 говорю о том, что нельзя одинаково всем субсидий давать всем регионам, потому что Казань, Башкирия и, допустим, Псковская область. Псковская область от нас с Руси начиналась, у нас ничего нету вообще. В Смоленске то же самое, Адонная станция, там Новгород, Акрон, а у нас нет даже каких-то базовых таких серьезных предприятий. И регион сам по себе, он туда не идет инвестиции. Я все делаю для того, чтобы помогаю властям, чтобы нам наоборот пришли инвесторы. Нет. Поэтому я выступаю за то, чтобы мы думали не о ком-то, а думали о себе. И в этом плане я поддерживаю то, что давайте перед собой поставим достижимые цели. Да, не Скутини, не Птун, у нас 145 миллионов рублей. Давайте поставим себе, что мы там к 2050 году должны там 350 миллионов рублей жителей иметь. И тогда, на самом деле, все, смотрите, будет, и экономика будет развиваться, продукты нужны будут, мы сами себе будем создавать потребление. Вот. А мы говорим только внешней политике. Спасибо. С учет России. Спасибо. Андрей Григорьевич, пару слов. В итоге. Очень приятно, что у нас сегодня такой живой диалог. Вот. Я думаю, что все те, кто собрались в этом зале, они созидатели. Созидатели продукции, созидатели услуг, созидатели какого-то чего-то светлого, хорошего, и нужного. Вот. Но движение вперед никогда невозможно без работы над ошибками. Да. Вот. Я призываю нас к тому, чтобы мы находили силы критически смотреть на то, что, то, чего достигли, работать с причинами наших проблем, а не со следствиями. Да. И, конечно, выявленная причина и выявленная проблема, она всегда дает шанс на то, что она будет исправлена и на то, что мы выйдем на более высокий уровень. Всем большое спасибо, всем здоровья и успехов. Спасибо, Андрей Григорьевич. Юрий Иванович. Я, в принципе, неисправимый оптимист и считаю, что это правильно, потому что только когда есть оптимизм, можно идти дальше, ставить цели, достигать их и так далее. Я с очень большим удовольствием прошелся сегодня по выставке. Увидел, что впервые... А вы очереди видели на регистрации? Впервые за последние то пандемийные годы, то непростой 22-й год. Сегодня можно видеть огромное количество уже российских производителей. Это будущие точки роста в каждом из сегментов. В оборудовании, в упаковке и так далее, и так далее. Можно, конечно, говорить, вот надо создать отрасль, в машиностроении, и все. Все идет постепенно. Все идет постепенно, потому что мы здесь, в принципе, нет ни одного государственного человека, чиновника. Все мы представители бизнеса, или чисто вот как коллега выступал в бизнесе, или мы, как являясь представителями отрасльевых сайтов. Поэтому мы, безусловно, понимаем, что все зависит от экономики, от бизнеса и от рынка. И когда мы говорим про внешнюю политику, мы говорим ее прежде всего с точки зрения новых рынков. Нас интересует новая рынка, чтобы получить дополнительные доходы. И для того, чтобы платить большие зарплаты, иметь больше денег для инвестиций, нас не волнует, что там происходит в Африке или еще. Нас волнует, можно ли туда продать. Точно так же, как Россия, вот все 90-е, 2000-е годы, она никого не волновала, кроме по одному вопросу. 3,5 миллиона тонн мяса они купят у нас или нет? И сюда приезжали все, потому что им нужен был наш огромный рынок. Вот теперь мы, наконец-то, перешли к тому, что нас интересуют другие рынки. Поэтому я в этом плане оптимист. А в принципе, все, что вот сказали по приоритизации, по тем, по вызовам и проблемам, как с оборудованием, это все правильно. Но будем идти шаг за шагом. Спасибо, Юрий Иванович. Можно, Наталья Владимировна, дам слово, подвести итог нашей дискуссии. Получилось, не получилось, что... спасибо всем за внимание. Я просто сама хотела сказать эту тему, очень вас поддерживаю по кадрам. Кадры решают все. И не были бы наши результаты такими, если бы нас не поддержали люди. Я говорю сейчас не только про наше хозяйство, про все остальные, потому что мы на селе являемся социальным объектом. Вот, например, мы возим на работу людей из 18 деревень. У нас за этот год прошло практику больше 170 студентов. И если мы не будем привлекать молодежь на село, если мы не будем им показывать высокотехнологичное производство, если бы ферма была бы старого поколения, никто бы там не остался, не пришел, молодежь, к сожалению, покидают деревни, уезжают в большие города. И если мы не предоставим хорошую работу, работу интересную, они не останутся. Но и без инфраструктуры никуда не денемся. Поэтому просьба, конечно, поддержать сельскую местность в этом направлении, инфраструктуру развивать, и чтобы на селе жилось так же, как в городе. А мы будем производить высококачественное молоко, и молоко будет нужно всегда. Спасибо, Наталья Владимировна. В заключении так, Сергей Евгеньевич, вам слово. Ну, во-первых, я хотел бы поблагодарить Максима за то, что он так по-боевому энергично провел неформальные какие-то вопросы, доложите, отчитайтесь, а все-таки действительно дал возможность людям рассказать с одной стороны аналитические какие-то выкладки, но с другой стороны очень острые темы поднять. К сожалению, за времени мы не могли бы сегодня все обсудить. я бы хотел если можно закончить свое, так сказать, дополнительную минуту следующим. То, что моя личная боль, и о чем я говорил уже неоднократно, не неоднократно, но в том году было завещание, когда с президентом я это сказал. Это вот мы все время хотим, чтобы продукты питания были дешевые. средняя заработная плата в растеневодстве и животноводстве Российской Федерации на 39% ниже, чем средняя заработная плата по экономике страны. Скажите, это что, люди второго сорта, которые живут в этих не самых простых условиях, делают не самую простую работу, жертвуют удобствами городскими, для того, чтобы всем дать доступную еду. И когда они идут в магазины, они покупают холодильники, стиральные машины, тетради для своих детей в школу, обувь, одежду не по каким-то сниженным ценам, как у них зарплата сниженная, а по рыночным ценам. Так вот, одна из задач государства в ближайшие годы, в том числе в рамках борьбы с бедностью, это кардинально сократить разницу в доходах между работниками сельского хозяйства и экономики в целом. И тогда и потребление на себе тоже вырастет. Спасибо. Спасибо большое, Сергей Евгеньевич, вы опять вызвали аплодисменты, и это оправдано. Ну, и в заключении я бы хотел сказать следующее, подводя итоги со своей стороны, что в мире будут происходить порой непредсказуемые изменения, которые не могут не затронуть нашу страну, но наша с вами задача быть готовыми к таким изменениям и превращать их в выгоды. Да, есть проблемы, сдерживающие развитие, но эти проблемы, они скорее внутренние, чем внешние, и мы их способны решать. Россия богата ресурсами, у нас талантливые люди, любящие свое дело, у нас огромные перспективы, учитывая, что в мире потребление будет расти, мы вполне можем занять активную позицию в обеспечении мирового спроса на продовольствие, но делать это, на мой взгляд, надо гармонично, не ущерб собственных интересов, не создавая проблем на внутреннем рынке. Я благодарю всех участников дискуссии, по-моему, все получилось, это был первый опыт такого бизнес-диалога. Хочу поблагодарить организаторов выставки за предоставленную площадку, за прекрасную организацию. Всем большое спасибо, удачи! субтитры Продолжение следует...